Здравствуйте! Это программа «Важная тема» на ТНТ «Онега». Меня зовут Ефим Овчинников. Сегодня у нас в гостях Ольга Романенко, заместитель главного врача наркодиспансера Корелии. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте! Мы опять прославились на всю страну. СМИ пишут о том, что Корелия – один из самых пьющих регионов России. Так ли это? И если да, то почему? Сразу же вспоминаются слова известного писателя Марка Твена про статистику и о том, насколько она информативна. И действительно, все зависит от того, как посмотреть на те или иные цифры. В Республике Карелия заболеваемость и распространенность патологии наркологическая, связанность с потреблением алкоголем, действительно выше, чем в средней по Российской Федерации. Но наркологическую ситуацию характеризуют два показателя. В основном, в целом, это заболеваемость всего лиц, которые страдают наркологической патологией. Это случай, когда впервые в жизни устанавливается диагноз. И распространенность, то есть сколько людей вообще ходит и лечится к наркологу. И вот эти два показателя в Республике Карелия, они точно такие же, как средние по Российской Федерации. И распространенность даже несколько ниже. Что это значит? Я поясню. Это значит, что у нас просто больше лиц, которые имеют проблемы, связанные с алкоголем, и гораздо меньше лиц, которые имеют проблемы, например, связанные с потреблением наркотиков. И в целом, общая заболеваемость у нас такая же, как и в среднем по России. Почему у нас больше алкоголь-зависимых людей? Потому что северный тип алкоголизации. Что это такое? Это особенность ферментной системы северных людей. У нас высокая толерантность к алкоголю. Соответственно, северные люди, ну и это видно из практики, чаще предпочитают более крепкие спиртные напитки. Следовательно, выпивают больше, в больших количествах. И более вероятно, срыв адаптации организма к алкоголю и развитие зависимости. Но проблема потребления психоактивных веществ – это проблема всей нашей страны, не только Республики Карелия. В Республике Карелия она более выражена в отношении алкоголя, в каких-то других регионах наркотиков. А есть ли статистика, что в Карелии чаще пьют, от чего страдают? Можно ли какую-то статистику здесь привести? Конечно, рассчитывается потребление среднедушевое и по Российской Федерации, и по алкоголю. Но, как правило, среднедушевое потребление алкоголя чистого идет пересчет на абсолютный спирт. Поэтому таких вот более глубоких исследований, когда посмотреть, какие продажи есть, там вина, пиво… Да, по продажам, наверное, легче всего считать. Они не всегда публикуются, и не всегда можно с ними встретиться в средствах массовой информации. По опыту, конечно же, пациентов, ну, крепкие алкогольные напитки, понятно. Но это и ожидаемо, опять же, особенность нашего региона. У подростков, конечно, пиво в приоритете, и еще очень распространены различные джин-тоники. Чем может помочь в данной ситуации государство? Ограничить магазины по времени, запретить. Что делать государству в данной ситуации? Да, у нас очень распространена алкоголизация. Но алкоголь – это такое психоактивное вещество, управляемое, да. Оно не обладает очень высоким наркогенным потенциалом, в отличие от некоторых наркотических веществ, которые вообще запрещен оборот в Российской Федерации, да. И поэтому любые решения, политические, социально направленные, они будут давать свои результаты. То есть, в принципе, если сейчас активно собираться, что и делается на протяжении уже многих лет, и разрабатывать те или иные профилактические программы, это будет приводить к снижению потребления алкоголя. Значит, эти программы, они разные. Они касаются не только ограничения продаж. Это касается и формирования, например, здорового образа жизни. Это просветительские программы, например, в образовательном учреждении. Это то есть комплекс должен быть, да? Да, комплекс. Вот я хочу сказать, что в этом году, начиная с прошлого года, в этом году очень усиленно мы работали над программой своевременного выявления лиц, которые имеют проблемы, связанные с потреблением алкоголя. Вот в чем особенность алкоголизма в том, что он достаточно рано приводит к поражению внутренних органов. Почему Республика Карелия оказалась впереди по сердечно-сосудистым заболеваниям, например, да? Или, если отойти от медицины, по травматизму, да? Это ведь связано с тем, что алкоголизируют. Поэтому разрабатывались программы для того, чтобы своевременно выявить какую-то патологию, причиной которой может быть чрезмерная алкоголизация, и работать над ней. Поэтому политические решения, они все хорошие, они все действенные, и дают свои результаты. Скажите, пожалуйста, к вам за помощью кто чаще всего обращается? Женщины, мужчины и возраст? Чаще мужчины, но это особенность течения алкогольной зависимости, да? Мужское население поражается в большем количестве. Традиции, да, традиционно так. Средний возраст, к сожалению, около 40 лет. Почему я говорю, к сожалению, это вот, ну, вы тоже понимаете, такой пик трудоспособности. Когда человек работал, вкладывался, и вот он уже как специалист созревает, и может государству принести свои плоды и труд свой вложить, да, в развитие нашей страны. Но вдруг такой недуг. Вот это не очень приятно. А если говорить о потреблении вот наркотических веществ, то молодежь, молодежь, 25-20 лет, подростки. Агентство РБК провело расследование, согласно которому 20% от официального рынка алкогольного в России занимает такой аптечный спирт, скажем так, все эти боярышники, лосьоны и так далее. Есть ли в Карелии эта проблема, насколько она остро стоит? Я бы не сказала, что она остро стоит. Проблема это есть. От боярышников, вы сами понимаете, не избавиться, там сколько судов прошло. Там все официально, да, содержание спирта, да, по 2-3 капли внутрь можно принимать, там, 3 раза в день. Как говорят в народе, не докопаться до этого. Ну, что делать? Я бы, наверное, тут обратилась к населению. Вот если говорить по нашему опыту, чаще всего к этим веществам прибегают люди, у которых уже есть зависимость, которые лечились неоднократно, и у них снижается толерантность, переносимость больших доз алкоголя, они переходят на вот эти, так скажем, формы, ну, потому что они в меньших объемах, и как бы им более удобно так принимать. Может быть, в каких-то случаях это замена чему-то, да, более удобная. Но вот для населения, я бы сказала, что нужно избавиться от такого мифа. Некоторые считают, что это вещества, которые расслабляют, снимают напряжение, тревогу, и они крайне как бы необходимы, да. И начинается с пару капель, а потом может затянуть человека. Поэтому без назначения врача приниматься такие лекарства не должны. Но я хочу сказать, что в республике Карелия все-таки это больше проблема лиц, у которых уже сформирована зависимость изначально алкогольная, и они прибегают вот к этим веществам. В конце программы дайте, пожалуйста, совет, может быть, родным и близким, которые обеспокоены, что их там сыновья, дочери начали употреблять алкоголь как-то, может быть, особенно активно. Что делать родным в такой ситуации? Здесь, наверное, я буду говорить так же, как и говорят многие доктора любых других профессий, не занимайтесь самолечением. Если возникло подозрение, что у вашего близкого или у самого человека есть проблемы с потреблением алкоголя или других веществ, нужно прийти к специалисту и посоветоваться. Нас боятся, но необоснованно боятся, и я хочу отметить, что первое обращение к врачу просто за консультацией, оно не несет никаких юридических последствий. У нас работает амбулаторная помощь на ФИДОСе 18 с 8 утра до 7 вечера в порядке живой очереди может прийти родственник или сам пациент и проговорить свою проблему. Никто не поставит его под диспансерное наблюдение без его информированного добровольного согласия. Поэтому не надо бояться, можно прийти к независимому специалисту совершенно бесплатно в рамках территориальной программы госгарантии. Также можно пасть психологу и психотерапевту. А как обратить внимание, есть ли проблемы или нет? Ну, я здесь буду больше говорить про алкоголь. Самое главное, если на следующий день после потребления алкоголя возникает желание принять повторный алкоголь, чтобы облегчить свое состояние, это очень тревожный звонок. Нужно обращаться к специалисту и, скорее всего, понадобится лечение. Если близкие говорят о том, что не нравится, как выпивают, плохо ведешь себя, когда выпивший, да, меняешься, тоже стоит обратиться к врачу и проговорить. То есть, может быть, это какой-то наговор, а может быть, это и проблема. Ну, и если сам замечаешь, что хотел выпить меньше, но с каждым разом не удерживаешься, выпиваешь все больше и больше, и даже что-то не помнишь, что делать в состоянии алкогольного пьянения. Все-таки тревожные сигналы, да? Да. Спасибо вам большое. Удачи в вашем непростом деле. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Важная тема» на ТНТ «Онега». Этот и другие выпуски смотрите на сайте tnt-defisonego.ru. Все, доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова